Чашка кофе Как вы сами к этому пришли? На самом деле я тренингами как таковыми занимаюсь не больше шести лет, а все остальное время занимаюсь продажами, переговорами, работаю в различных компаниях, поэтому сложился такой и собрался такой опыт, что вполне достаточно для того, чтобы учить. И зря не тратить в продажах, а лучше обучать бизнесменам? Конечно, учитывая, что по образованию, одному из образований я преподаватель, то как бы… Давайте вот преподаватель. Так, преподаватель, переводчик. С какого? Так, переводчик латынь, английский, немецкий. Латынь дальше. Да. Дополнительное образование у меня я НЛП мастер, я графический дизайнер, я видеоинженер, по крайней мере приходилось заниматься, работать в компании. Звукорежиссер, ну и т.д. и т.д. и т.д. Не отходя от кассы, вы полиглот? Ну, два-три языка, да. А почему вы не продолжили в бизнесе столько опыта, а именно решили все-таки обучающая деятельность? Ну, на самом деле у хорошего тренера, тренерство – это бизнес. То есть, если я занимаюсь тренерством, это не значит, что я не занимаюсь бизнесом. Я имею в виду не именно в продаже того, ну, чем вы занимались до этого, почему вот, скажем, направление поменяли именно вот? Ну, я и не поменял. На самом деле, на сегодняшний день я кроме того, что обучаю людей, как продавать, как заниматься бизнесом, то есть, как правильно общаться с клиентами, как настраивать свой бизнес, я и продаю услуги, в принципе, свои. У меня есть компания, которая этим занимается. То есть, ну, по сути, я занимаюсь бизнесом, просто мой бизнес… А можно это назвать любимым делом? Ну, естественно, естественно. Это даже не то, что любимое дело, это призвание. Вы именно себя нашли в этом направлении, да, именно? Да. Вы себя чувствуете счастливым в этом деле? Ну, честно, да. То есть, кроме всех там доходов, интересов, вам оно счастье приносит? Скажем так, я от этой работы никогда не устаю. Она заряжает энергией? Да, еще как. У меня в памяти есть тренинг, который я вел 10 часов. 10 часов. Без основки или с паузами? Ну, с кофе-брейками, да, полчасовыми. Но это было 10 часов. И я единственный, кто не устал. И как наши предприниматели поддаются вообще к обучению? Отлично. Я, на самом деле, очень много работаю с общественными организациями. Я работал с палатой предпринимателей, я работал с ассоциацией предпринимателей. То есть, я для них давал тренинги, у нас были совместные проекты. Результат? Результаты. Давайте конкретных результатов вам говорим. Давайте так. Конкретный результат номер один – это действующий проект Бастал. Может, слышали про обучение в регионах? Этот проект, я был одним из авторов этого проекта. Мы его стартовали здесь, как пробный. А потом уже все, когда он полностью завершился, скажем, оперился птенец и вот улетел. Сейчас он работает в регионах, более 80 тренеров обучают. Уверенно улетел, уверенно летает. Уверенно летает, много предпринимателей сейчас рождается, обучается, берут, не знаю, какие-то кредиты. Вот есть из числа моих таких действующих предпринимателей, которые считают, что им никакие тренинги не нужны, никакие занятия не нужны, они самодостаточны, и в знаниях самодостаточны, и в опыте. Есть такое или в любом случае человек нуждается в этом, как вы думаете? Скажем так, на самом деле, умный человек всегда понимает, что ему есть куда учиться, на самом деле. Но есть еще другая пословица, она немножко плохая, скажем так, но в падающем самолете атеистов нет. Пока в бизнесе все хорошо, все считают, что они все знают. Успешно все знают. Да, как только начинается небольшой кризис, всем нужен бизнес-тренер. Они готовы на него тратить, но и без тренера приходится не просто учить людей, а вытаскивать, вытаскивать людей из кризисов, вытаскивать людей из каких-то проблем. Намного проще сделать это так, намного проще сделать это заранее. А в практике были такие случаи, когда бизнес вроде бы утопает, там надежды совсем мало, и тренинги помогли, скажем, человеку восстановиться и вернуться в такое нормальное состояние, даже больше, чем было до этого? В практике, да, были похожие случаи. Опять же, назвать компанию я не буду. И название компания, да. Были такие случаи, были случаи, когда, например, тренинги могли увеличить средний чек в два раза, в три раза. То есть рекламные компании, с многими отелями мы работаем, с ресторанами мы работаем. То есть я не один, я обучил уже четырех тренеров, они в моей команде сейчас. То есть мы даем полный цикл всего, что нужно. То есть и телефонные переговоры, и маркетинг, и клиентоориентирование, конфликтология. То есть полный набор того, что нужно любой компании, в принципе. Вот, и также есть очень много тренировок, кого я рекомендую. Это мои, как бы, военные друзья, которые тоже на этом поприще очень давно, да. Ясно. Вот так. Вот еще очень часто путают тренинги с коучингом. Да. Как можно четко их разделить и по полочкам поставить, чтобы люди понимали, в чем их отличие? Все просто на самом деле. Коуч помогает вам сделать самому, дойти умом самому. А тренер учит, как это надо сделать. То есть коуч он толкает, направляет, но ни в коем случае не вмешивается. Коуч ничего не советует и не делает, он заставляет вас доходить своим умом. То есть он уровнем выше получается, чем тренинг, да? Нет, это немножко другое. Просто смотрите, например, если тренер обучает вас новым технологиям в продажах, да, то не факт, что они у вас есть в голове, что вы до них дойдете. То есть вам долго нужно будет до них доходить. Коуч работает так, если у вас в голове есть все ответы, но вы не знаете, как их применить, он дает вам именно тот путь, который приведет к нужному выходу. То есть это просто два варианта работы. Выбирать свой нужно, ну, относительно тех потребностей, которые у вас есть на данный момент. То есть если нужно быстро и максимально эффективно, лучше тренер. Если нужно, ну, скажем так, надолго и более кропотливо, да, то лучше коуч. Как бы я сам много раз рекомендовал коучей в многие компании, у которых все, в принципе, хорошо. Чуть-чуть нужно подтолкнуть коллектив, там где-то подкорректировать. Лучше коуч, тренер слишком жестко. Были ли случаи, когда вот есть коллектив, есть бизнес, но бизнес там, ну, дал такую трещину серьезную, да? Не меняя этих сотрудников, оставляя тот же состав, менять все к лучшему, это возможно или нужно именно вот менять сотрудников? На самом деле... Чего прибегают часто люди, думаю, что это связано с кадрами, с персоналом или с какими-то конкретно ключевыми должностями. В большинстве случаев, вот именно в таких случаях, в большинстве вариаций, это проблема как раз в директоре, либо в руководящем составе, потому что на самом деле коллектив – это инструмент. Это хороший, хорошо отлаженный инструмент. Ну, грубо говоря, да, если у вас шикарный инструмент есть, то виноват плотник, что у вас нехорошо получается. И вот, как правило, когда компания, ну, скажем так, обращается к нам, мы очень часто находим такие пути, что замдиректора сам дает неправильные указания, что ломает весь механизм работы. Бывает так, клиентоориентированные сотрудники – все, вся компания, кроме одного человека, который контролирует сотрудников, и он им говорит, не, будет так, как я сказал. А информацию директору дает ту, которая хочет, которая ему комфортна. То есть он сам, получается, губит бизнес. Да, и он же этого не понимает, и он же обращается к тренерам. При этом требуется. Да, и когда мы даем рекомендацию, вот эти люди больше всего нам противодействуют, потому что они говорят, нет, увольте сотрудников, докажите директору, что их надо уволить. Мы директору говорим, нет. Проще всего, и власть в руках может. Конечно, конечно. Ему проще заменить своих сотрудников. Очень познавательно, очень интересно. Думаю, что эти ваши и вам подобных людей такие тренинги будут укреплять наш бизнес, и казахский бизнес будет только развиваться, вам остается только пожелать успехов в ваших начинаниях, продолжениях и завершениях. А я напоминаю, что в эфире была рубрика «Чашка кофе». Всем добра, успехов в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова